Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Уроженцы Западной Армении Джош Докмеджан. Армянская идентичность, исламизированные армянские женщины. Самый короткий путь к миру – проигрыш. Приседатель движения земляческого союза с Шуши Ашот Арджинян. 31-я годовщина погромов мирных жителей поселка Марага Мартакерского района. Учебное заведение депортированных армян Болгарии. Айнтаб Мануфактура. Поддержан государственное телевидение Западной Армении. Уроженцы Западной Армении Джордж Докмеджан. Докмеджан родился в 1928 году в Нью-Йорке. В 1950-х годах переехал в Калифорнию. Отец родом из Айнтаба, мать из Карина. Спасаясь от геноцида против армян, эмигрировали в Соединенные Штаты. Тетя Джорджа стала жертвой геноцида. Джордж Докмеджан был первым губернатором Калифорнии армянского происхождения с 1983 года по 1991 год. Занимал беспощадную позицию в отношении преступности и нарушения прав человека. Будучи сторонником прав человека, заморозил инвестиции Калифорнии в Южную Африку, чтобы помочь движению против апартеидов, расовой дискриминации. Во время президентской гонки Джорджа Буша был потенциальным кандидатом на пост вице-президента. В конечном итоге его кандидатура была отклонена. Политика геноцида в отношении армянского народа в Западной Армении началась с уничтожения мужчин, за которым последовала массовая депортация остальной части населения в Сирийской пустыне. Депортации быстро превратились в марши смерти. Караваны перемещенных в основном состояли из стариков, женщин и детей. Многие женщины по пути были похищены солдатами османской армии, курскими бандами или бедуинами. К смерти были приговорены те, кто пытался противостоять им. Десятки тысяч женщин и детей погибли на дорогах пустыни. Многие, чтобы избежать позора и насилия, покончили жизнь самоубийством. В результате геноцида против армян тысячи армянских женщин были похищены из семи, в основном во время депортации или ночевки. После организации первого этапа государственной политики истребления, массового убийства армянских мужчин, османские правители осуществили следующий преднамеренный шаг в политике геноцида. Депортации остальной части армянского населения в Армянской империи на этот раз сделав мишень у стариков, женщин и детей. Некоторые похищенные и вовлеченные в мусульманскую семейную жизнь женщины со временем забыли свою армянскую идентичность и родной язык. Во спасении жизни близких и собственной жизни многие армянские женщины вынуждены приняли ислам. Официально вступали в брак с мусульманами и согласно местным племенным традициям получали специальные татуировки. На Ближнем Востоке и в исламских странах татуировки широко используются в качестве талисманов. Те, кто носит их, считают, что нарисованные знаки обладают магической силой. Эти татуировки часто выглядели как точки или крошечная буква «Х», что обусловливали покровительство силу и плодородие. Новые знаки символизировали новую принадлежность женщин и изменения в их жизни. Самый короткий путь к миру – это проигрыш. Председатель движения «Земляческий союз Шуши» историк Ашот Арутинян. Ситуация очень сложная. Исходя из национальных интересов, нужно подпринять конкретные действия, а не полагаться на чужих. Нужно показать, есть ли у Армении силы или нет. Это главное. Как говорили европейские философы, что самый короткий путь к миру – это проигрыш в войне. Необходимо усилить военный потенциал Армении и ударить кулаком, чтобы заставить соседей считаться с нами. У нас самый сильный ресурс – наш научный потенциал. Даже в самой обреченной ситуации, я был уверен так же, как и сейчас уверен, наша армия способна обуздать войска противника. В армянской истории всегда было так. Когда мы сопротивлялись, чужие признавали нашу власть. То же самое было и в 1990-х, когда как только мы начали показывать зубы, мир начал нас защищать. Приведу пример Украины, которая ведет войну против Российской империи. Пока украинцы не сопротивлялись, им никто не помогал. Как только они начали сопротивляться, мир заявил, что их надо поддержать. Поддержали, но воюющие – это украинец, а не они сами. Если мы начнем воевать, появятся единомышленники. Я уверен, что есть люди, за которыми последует народ. И вот тогда мы наконец-таки зафиксируем победу. Сегодня исполняется 31-я годовщина погромов мирных жителей, осуществленных властями Баку в поселке Марага Мартакерского района Республики Арцах. Резня в Мараге – беспрецедентное военное преступление, совершенное на почве ненависти к армянам, целью которого было уничтожение армянского населения. 10 апреля 1992 года после нескольких часов обстрела вооруженные силы бакинских властей вторглись в Марагу. Большинство населения было эвакуировано, те, кто остался в поселке, подверглись бесчеловечным пыткам и убийству. Силы самобороны Арцаха освободили Марагу, однако через две недели азербайджанские войска вновь атаковали, совершив новые преступления в отношении жителей, вернувшихся похоронить своих родных. Резня армянского населения Мараги стала очередным проявлением последователем политики этнических чисток в отношении армян со стороны бакинской власти, проводимой в 1988-1991 годах в Сум-Гаити, Баку и других населенных пунктах. Далее в северном Арцахе и продолжается по сей день. Массовые погромы мирного населения Мараги являются преступлением против человечества и цивилизации, не имеющим срока давности. Они должны быть осуждены международным сообществом, а организаторы и исполнители этого преступления должны получить достойное наказание. Правительство Западной Армении выражает соболезненно родным жертв резни Мараги и всему армянскому народу. Это наша общая трагедия, свидетели которой мы являемся на протяжении столетий. Геноцид – это преступление против человечества, которое наказуемо на международном уровне. Ни одна организация, представляющая интересы жертв беженцев Баку и Северного Арцаха, не обращалась в Европейский суд по правам человека. И ожидать осуждения со стороны международных инстанций, просто исходя из гуманизма, бессмысленно и лишний популизм. Мы должны начать процесс на основе собранных фактов и заявлений, как это делает правительство Западной Армении. Еще раз напоминаем, что судебный процесс на основании наших заявлений по делу беженцев из Шуши уже начался. Мы готовы принять документы, которые касаются всех погромов и перемещенных лет, и начать судебный процесс. Ждем ваших заявлений. Армянская община Болгарии также является одной из древнейших, где особое внимание было уделено армянскому образованию. В конце XIX века имело 10 гимназий, 950 учеников. В 1937-88 годах 16 гимназий, 2212 учеников. В 1960-70 годах болгарские власти проводили политику болгаризации. Были закрыты национальные школы, в том числе армянские, Виктория и Григорь Тутунджан Пловдива, вновь открыты в 1990 году. В 1990-94 годах в Ловдиве, Софии, Варне, Руссии, Хасково и других городах вновь открылись армянские начальные и средние школы. Одной из известных является Пловдивская гимназия Виктория и Григорь Тутунджан. Армянская школа города Шумен была основана в 1834 году, закрыта в 1959 году. В сфере ремесел и торговли подъем Айнтапа был обусловлен беспрецедентным прогрессом в мануфактуре. Начиная с середины XIX века была самым популярным ремеслом Айнтапа, пришедшего из Арабкира. На начальном этапе пряжу привозили из Европы, из которых пряли различные шелковые полотна. С 1850-х годов с импортом более высококачественных белых и цветных нитей местное производство потерпело некоторые изменения. Для использования тонких и нежных нитей создаются более легкие и усовершенствованные верстаки, которые становятся основой для изготовления разноцветных полотен. Постепенно ремесло, привыкающее новых ремесленников и рынки, становится самой крупной отраслью в городе, все больше улучшая экономическое положение армян Айнтапа. Пресса того времени отмечала, что Айнтап действительно был промышленным городом. Мануфактура из парчи имела большое значение в местной торговле не только потому, что большая часть населения города зарабатывала этим на жизнь, но и потому, что ремесло оказало огромное влияние на все сферы торговли и ремесел. Полная статья доступна на нашем сайте. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей настоящим и будущим нашей страны, информирует о политических, общественных событиях правительства, а также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомню, что вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в завершение новостей прервемся на музыкальную паузу. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok